здравствуйте дорогие друзья меня зовут ирина и вы на моем канале запасные крылья на моем канале я рассказываю о том как я похудела на 94 килограмма укрепила мое здоровье и улучшила внешность подписывайтесь потому что я очень хочу чтобы жители нашего чудесного светлого уютного зеленого пока еще безымянного городка стало как можно больше сегодня я хочу поговорить о моей системе мамой системе оздоровления которая и помогла мне похудеть на 94 килограмма а главное она дала мне прекрасное здоровье ну и улучшила внешность конечно но вот здоровье это самый главный бонус самый главный подарок который я получила от этой системы но вы знаете что моя система долгое время было безымянной потому что но я никак не знала как ее назвать я все время галмульти диета мульти диета но ведь моя система включает себя не только вот эту мульти диету а еще и физические упражнения еще и на работу с самооценкой я думала как назвать мою систему все время вспоминала слова остапа бендера что машина как и военный корабль должна иметь собственное имя я долго думала и наконец приняла решение моя система называется источник жизни с одной стороны вроде бы это так помпезно но с другой стороны это вполне оправданно потому что а витамины и микроэлементы которым я приписываю помимо прочего вот эти чудодейственные свойства они произошли от слова вита то есть жизнь поэтому я вот эти микроэлементы знаете представляю как гору дорогоценных самоцветов как вот знаете у хозяйки медной горы когда данила к ней пришел вот я так представляю микроэлементы вот этими самоцветами переливающимися волшебными абсолютно которые вернут нам здоровье то есть поэтому источник жизни мне нравится это название и вот она наиболее точно передает суть моей системы моя система называется источник жизни итак я это все объединила в пункты чтобы было яснее самый первый пункт моей системы это комфорт я уже много раз об этом говорила но если ваш путь а путь к здоровью он не близкий он далекий такой путь то есть это дорога не простая и непротяженная во времени и если он не будет комфортным вы не сможете его выдержать вот эту дорогу пройти до конца не сможете просто не сможете что я подразумеваю вот под этим словом комфорт во первых это сытная любимая вами привычная еда я всегда об этом говорю я сама как вы видите из моего рациона следую ей и поэтому мой путь оказался успешным вы должны перво-наперво составить список всех самых ваших любимых продуктов вот без которых вам жизнь абсолютно не мила вот не мила и все потом их оценить и постараться заменить калорийные продукты на менее калорийные то есть ваша цель не просто вот уменьшить калорийность вашего любимого блюда но и заменить вредные ингредиенты на полезные там майонез на что-нибудь более полезное типа там сметана 15 процентная то есть посмотреть подумать что-нибудь жирное какое-нибудь очень мясо какой-нибудь бекон на допустим отварную куриную грудку то есть вот как-то так это очень важно сделать диету из своих любимых продуктов тогда у вас не будет чувства никакого лишения а каждая ваша трапеза будет вам но просто удовольствием это очень очень важно следующий подпункт большого пункта комфорт это большие порции конечно я сразу сделаю поправку это относится не ко всем я просто для себя эту систему составлял этот относится к таким как я людям которые привыкли очень много есть у которых был очень большой изначальный вес как у меня она у меня был как вы помните 170 килограмм и кто у кого сильно растянуть желудок кто маленькими порциями не наедается поэтому чтобы комфортно себя чувствовать на диете я взяла за основу что у меня мои порции должны быть большие но не очень калорийные чтобы они вписывались мою калорийность среднюю приема пищи 400 килокалорий то есть это очень очень важно большие сытные порции чтобы у вас никогда не было чувство голода а именно он сносит нас с диеты именно чувство голода когда вы вечером не помни себя уже трясущимися руками залезайте в холодильник и начинаете уже мести как говорится все подряд то есть именно этот пункт очень важен следующий подпункт и комфорта вот этого пункта комфорт это конечно режим от себя потому что те кто не работают ну те кто на пенсии допустим у них один режим те кто работает вот допустим обычный день у них другой режим а те кто работает в ночную смену у них вообще третий режим неважно для похудения не важно абсолютно не важно в какое время вы едите абсолютно играет роль только калорийность вернее ограниченная калорийность только так чудес на свете не бывает вот это и это правда это истина в последней инстанции Поэтому вы должны под ваш комфорт, вот допустим, некоторые могут есть, совмещать свой ужин, допустим, с ужином всей семьи, это же очень удобно, когда вы садитесь со своей большой сытной порцией за общий стол, вы беседуете, получаете удовольствие, едите наравне со всеми, и человек несведущий, говоря, кто видит мои порции, знает, даже не догадается, что вы на диете, и вот это во время этой трапезы вы активно худеете. И последний подпункт, пункта комфорт, это не взвешиваться каждый день, потому что я сама этим очень грешила, и это меня все время срывало с диеты, потому что, как правило, люди с большим весом страдают компульсивным перееданием, то есть их любая эмоция положительная, отрицательная, неважно какая, любая эмоция их снесет с диеты напрочь. Я вам уже рассказывала, как было у меня, например, я встану на весы, батюшки, какая радость, у меня отвес, и давай есть. Или противоположная ситуация, я встаю на весы, а я рассчитываю на отвес, я все так правильно соблюдала, батюшки, а там привес, пойду-ка я наемся с горя. То есть это было всегда так. Я вам взвешиваться каждый день настоятельно не рекомендую, это дурная привычка. Она, знаете, кому подходит, те, кто худенький, просто поддерживает там свой вес, допустим, фитнес-няшка, но нам, людям с большим весом, она категорически, она просто нам вредит, компульсивным едокам, она нам не нужна. Я рекомендую вам взвешиваться раз в неделю, а учитывать результат, это важно, раз в месяц, потому что тоже бывают разные обстоятельства, допустим, Новый год, или вы в гости накануне взвешивание съездили, вот взяли и съездили в гости, а на следующий день у вас по плану недельное взвешивание. То есть так делать нельзя, я вам не рекомендую, я так не делала, и с тех пор я всегда победитель, и не делала, и не делаю, и делать никогда не буду. Каждый раз, когда я встаю на весы, я вижу то, что мне надо, потому что я взвешиваюсь или раз в 6 дней, или раз в 12, ну, то есть как-то вот так. И я всегда победитель, потому что, ну, проскакивает у меня какое-то там нарушение или небольшой срыв, я же обычный человек, вы же помните, да, что я вам всегда говорю, что срыв и зажор – это норма, это норма. То, что норма не может быть стыдным, патологии, за что себя надо корить и ругать. Это надо принять во внимание, просто сказать себе, да, у меня это случилось, и я снова встаю в строй. То есть в этом ничего ужасного нет. Не надо паниковать, просто надо на следующий день, как обычно, встать впрячь в свою работу, и все, просто не думайте даже об этом. Это норма. Второй, очень-очень важный пункт моей системы – источник жизни. Это, конечно, составить карту своего здоровья. Это очень важно. Я на этом споткнулась и не раз, и многие из вас, я уверена, тоже. Когда вам нравится какая-то система питания, даже пускай моя, любая, и вы хотите на нее сесть, ну, то есть по этой системе худеть, но там есть какие-то продукты, которые вам категорически по вашим заболеваниям не подходят. То есть лучше всего перед тем, как, вот даже после того, вот вы выбрали систему и думаете, вот я, вот это мне симпатично, вот я хочу на ней, на ней хочу худеть, мне она нравится. И вы выписываете все ваши болезни, недомогания, на что у вас аллергия, или, допустим, то, что вызывает у вас какой-то дискомфорт, вот какая-то еда. Вот, например, у меня это капуста, например, такой продукт. Не значит, что я его совсем не ем, но я его минимизировала в моем питании, минимизировала. И вы вот эту полюбившуюся вам диету корректируете под себя, то есть вы подправляете, вот, допустим, помидоры, я не ем помидоры, у меня повышенная кислотность, у меня от них бывает изжога. Поэтому я бы помидоры заменила, допустим, огурцами или сладким перцем, ну, к примеру, я говорю, к примеру. Если у вас какое-то заболевание печени, значит, вам такое количество жира, как рекомендуется, я бы не советовала есть, потому что это может быть чревато. У кого-то нет желчного пузыря удален, то есть вот это все, у кого-то, ну, какие-то всевозможные, ведь нет абсолютно здоровых людей, я думаю, вообще в природе не существует. Я вам все время это напоминаю, не устану напоминать никогда, в природе, на нашей планете Земля не существует ничего идеального. Его у нас нет, забудьте про это и не стремитесь к тому, чего нет, его нет. И стремиться к миражу, к фотоморгане, это очень глупо, то есть не тратьте даже на это время. Поэтому заболевания, какие-то недомогания, какие-то патологии есть у всех. Вы свои проанализируете и вот эту диету подделайте, то есть подкорректируйте строго под свои заболевания. Это очень-очень важный пункт. Третий пункт моей системы. Это калорийность не ниже 1400. Вот я считаю, я очень много экспериментировала на себе и я очень много прочитала всевозможных, вы знаете, трактатов, исследований. И там много объяснений всевозможных. Я не хочу вас заморачивать вот этими всеми данными. Вот я проверила все это на себе и скажу вам, что вот на 1400 еще ваш организм, он справится. То есть как бы это калорийность основного обмена. То есть при этом калораже ваш организм справится еще с поставленной целью. А вот уже при более низкой калорийности я уже не думаю. То есть у вас могут быть большие проблемы при более низкой калорийности. Конечно, если у человека маленький рост, то нужно в таком случае немножко уменьшить. Можно немножко уменьшить. Если человек очень сильно полный, можно увеличить. Но я говорю сейчас не о том, что увеличить можно, а о том, что ниже 1400 я вам не рекомендую. Если вы дадите все строительные материалы вашему организму, если он будет работать нормально, ваша внутренняя стройка, обновление клеток, вот это все вы ему дадите, он вас не будет изводить голодом, потому что голод это сигнал, когда организму нужен строительный материал, а вы ему его не дали. То есть, допустим, вы съели огромную миску макарон с маслом, и вы кроме витамина А фактически ничего и не дали организму, а ему нужны микроэлементы, другие витамины, белки для строительства, а вы ему ничего не дали, кроме кусочка жира и ничего. И он будет все равно вас изводить. Вы съели огромную миску макарон, а будете хотеть есть постоянно. У меня такое было, все себя, все себя как задорно говорят. Поэтому, послушайте мой хороший совет, добрый совет, не ниже 1400 калорий. Четвертое. Это не забывать про витамины и микроэлементы. И я сейчас говорю не обязательно о БАДах, как может показаться сначала, нет. Все основные минералы мы получаем из овощей. Овощей и фруктов, то есть они богатейший источник. Именно поэтому я свою систему назвала источник жизни. Потому что именно вот эти микроэлементы, мы знаем, что без некоторых витаминов, человек даже употребляя большой объем еды, он умрет. Просто умрет. Потому что витамины, это именно такие вещества, которые дарят жизнь. То есть в прямом смысле, не в переносном. И, конечно, микроэлементы. Вот у меня здоровье очень... Я не могу, я все время пытаюсь сказать улучшилось, но это неправильно. У меня не было хорошего здоровья, потому что у меня всегда был очень большой вес. Я была сонная, болезненная очень. И поэтому я его обрела. Вот там нет восстановила, обрела вновь. Нет, я его просто обрела точка. То есть я благодаря вот этой минерализации, витаминизации обрела здоровье. Просто его обрела. Я очень долгое время строго слежу за количеством овощей и фруктов. Любой человек, чтобы быть здоровым, чтобы его организм работал хорошо, должен есть не менее 400 грамм фруктов и 400 грамм овощей. Больше, пожалуйста, меньше нельзя. То есть меньше категорически нет. И я всегда за этим слежу. Поэтому это очень важно. Сейчас я много слышу противоречивых мнений из средств массовой информации. Некоторые врачи говорят, ну, правда, все врачи говорят по-разному, поэтому верить-то тоже в это нельзя без оглядки. Говорят о том, что, дескать, не нужны дополнительный прием БАДов. Ну, под БАДами я подразумеваю в данном случае микроэлементы и витамины. Что, дескать, они не нужны, если человек нормально питается. Вот эта фраза, дальше которая идет, она сразу вызывает у меня много сомнений. Во-первых, даже если бы я, вот я сейчас не худею, допустим, в данную минуту, и питаюсь на 2000 калорий. О каких вот этих вот нормальном питании сейчас может идти речь? Во-первых, сейчас зима. Во-первых. И все фрукты китайские пластмассовые и овощи. То есть они из пластмассов, у них вообще ни витаминов, ни минералов нет. Они как бы похожи на настоящие, но ты баклажан разрезаешь, а там нет ни семян, ничего. Как будто он из пенопласта сделан. И вкус соответствующий. Понимаете? Сейчас все овощи. А помидор? Например, какие витамины, какие микроэлементы в нем? Это, во-первых, это вот я нормально сейчас питаюсь на 2000 калорий. А на диете? О чем вообще тут речь идет? Если вы втискиваете это в 1400, то есть как это возможно? Есть 1400 и получать все витамины, микроэлементы? Это невозможно. Это просто невозможно. Поэтому я стала пить дополнительно. Я пью поливитамин. Ну, у меня есть специально видео о БАДах, которые я пью. Всегда пью омегу-3, коэнзим, биотин. Это я пью вообще всегда, без всяких яких. На диете я еще пью. Ну, у меня просто не хочу на этом останавливаться. У меня есть целое видео про БАДы. И там все я рассказываю, что я пью. Вот. Поэтому я считаю, что это в том числе, в том числе, вот прием дополнительный вот этих вот минералов, он тоже мне очень помог, знаете, не в похудении, а в обретении здоровья. Вот это точно я вам скажу. То есть у меня улучшилось все. Кожа, волосы, ногти. То есть все, вообще все. То, что должно уже в моем возрасте пойти регресс. То есть у меня улучшилось это все. Самочувствие, энергия. Я пью вот еще витамин Д забыла сказать. То есть энергия. То есть я сторонник приема микроэлементов дополнительно и поливитаминов, когда ты на диете. Пятый пункт. Очень-очень важный. Это соблюдать примерный баланс белков, жиров, углеводов. Я никогда не настаиваю, знаете, вот на скрупулезном соблюдении чего бы то ни было, и я сама, наверное, уже вас замучила словами о том, что я все упрощаю. Я великий упрощатель. Я упрощаю все. Все, все, вообще все упрощаю. И у меня вся моя система подсчета калорий. То есть я упрощаю все на свете. И в том числе подсчет белков, жиров, углеводов. Я их не считаю. Ну, в смысле, не считаю так вот, знаете, ни в каких приложениях. Но я их учитываю. Я пользуюсь правилом тарелки. То есть я беру тарелку, делю ее визуально на четыре части. Половину тарелки должны составлять овощи. Одну четверть – это что-то белковое, какой-то продукт. Причем я хочу вам напомнить, что белок желательно получать не только из животного, но еще и из растительных источников. Поэтому это может быть не обязательно куриная грудка. Это, допустим, может быть фасоль. К примеру. И оставшиеся четверть тарелки – это сложные углеводы. Они очень полезны. Я очень уважаю всевозможные крупы. Но опять поправку делаю. Я ем крупы, но не рафинированные. То есть рис – это неочищенный коричневый рис. Очень много, конечно, клетчатки. Это в бобовых. А вот я ем гречку. Ну, многие крупы, которые не рафинированы. То есть я не ем вот манную крупу, например, потому что в ней смысла я не вижу никакого. А вот все остальные, которые вот эту твердую пшеницу, мне нравится тоже. Она такая коричневая, необработанная. И вот этого правила тарелки вполне достаточно для того, чтобы соблюдать вот этот вот баланс. Не нужно все это мучиться считать. Но когда к вечеру я чувствую, что у меня бывает недобор белка, то я пользуюсь лично я протеиновыми коктейлями. Но это не обязательно совершенно. Можно съесть, допустим, творог или даже белки яйца. Например, сделать омлет из белков. Это совершенно не важно. Когда вы чувствуете, что у вас на диете не хватает белка, его можно получить из всевозможных, самых простых, незамысловатых источников. То есть это все просто. Но вот этот баланс, который я соблюдаю, это 30-20-50, 30 белка, 20 жиров и 50 голеводов. Он выверен самой жизнью, понимаете, жизнью. И когда гуру, которые составляют, создают новые волшебные диеты, вдруг начинают, ну, чтобы продать продукт, нужно, чтобы он был новинкой. Вы же понимаете, ну, кто будет покупать то, что уже всем известно. Людям интересны новые горизонты. И когда вдруг сдвигают, неважно какой, какой хотите из этих трех нутриентов, сдвигают 91, 10, 2 или там 85, 1, 5, 15, 10, 2. Это все неправильно. То есть это все опасно, это все не работает. Это, конечно, они сливки снимут. Да вы хоть вспомните Аткинса. Вот вспомните. Это было совсем недавно. Это было буквально вчера. И что сейчас этот Аткинс объявлен на данный момент, пока еще в тираж не вышла кетодиета. Я прогнозирую, что через пару лет мы сможем проверить мои, как говорится, мои предположения. Кетодиета будет вместо Аткинса признана самой опасной диетой за всю историю человечества. То есть я ставлю на кета, хотя сейчас лидирует Аткинс. А вспомните еще совсем недавно, как все поголовно на нем сидели. Но это же было очевидно. Там, где вы нарушаете вот это БЖУ вот таким варварским способом, то есть крах этой системы не минуем. А что значит крах системы? Это не значит, что мы сейчас в Аткинса плюнули. А это значит, что мы испортили наше здоровье. И иногда безвозвратно. Поэтому я за баланс 30-20-50. Какая диета самая полезная и признанная самой лучшей в мире? Средиземноморская. Она практически вписывается вот в этот баланс. Единственное, у нее немножко наоборот. У нее 20 грамм белков, 30 жиров. Потому что Средиземноморье это страны оливкового масла, орехов. И у них немножечко больше жиров. Полезных, прекрасных, ненасыщенных жиров. Поэтому я вам рекомендую в моей системе это. 30-20-50. Шестой пункт. Это посильная физическая активность. Я очень часто, очень много лет, я ошибалась, когда я не придавала этому значения. То есть я худела, лежа на диване. Это было ужасно глупо с моей стороны. У меня атрофировались все мышцы. Я была, знаете, есть такое понятие худой толстяк или толстый худыш, как угодно. Назовите. Это когда человек вроде бы худой, но у него висящая кожа, слабость. Он еле ходит. То есть он вроде бы похудел, но похудел как-то некрасиво и неправильно. И не принес никакой пользы своему здоровью. Наоборот, его угробил. Поэтому физическая активность просто необходима. Для таких людей, как я, я в еще большей степени несовместима со спортом в большей, чем гении злодейства. Я это точно знаю про себя и знала всегда. Я, к сожалению, не отношусь к тем людям, к сожалению, подчеркиваю, которые любят спорт. Вот я очень сожалею, но нет. И таких людей на самом деле много, как я и видела таких людей. И для нас единственный выход – это посильная физическая активность в виде ходьбы, скандинавской ходьбы. Или, знаете, вот велотренажер, велосипед. Вот какой-нибудь даже вот у меня был примитивный, знаете, он такой маленький, где только педальки. На пол его ставишь, на диван садишься и крутишь. Кстати, очень хороший велотренажер. И стоит совсем дешево, что-то такое. И хотя бы эти нагрузки. И главное в этом деле – дисциплина. То есть надо начинать, как делала я, я вам так рекомендую. Начинать, допустим, с пяти минут, с десяти. У всех людей разный вес и разные возможности. Разная физическая возможность к нагрузке такой. И если очень большой вес и совсем человек нетренированный, начинать с пяти минут. Но регулярно, каждый день, в течение пяти минут, несколько раз в день заниматься ходьбой по квартире. Меня это спасло, меня это вытащило буквально. Ходьба по квартире. Если кому интересно, у меня есть видео такое, где я подробно рассказываю, как это было. Вы не представляете, вот сейчас это просто небо и земля. Вот я была практически инвалидом, прикованным к квартире. То есть я выходить не могла. И сейчас я могу пройти, но я не побоюсь этого слова, целый день уехать в парке гулять или там быстро ходить где-то. И я приезжаю, у меня абсолютно прекрасное самочувствие, я не устаю, я в транспорте стоя еду. То есть у меня никаких проблем с этим больше нет. Это выносливость, выносливость. У меня тогда именно, как бы это сказать, умная мысль пришла тренировать именно выносливость. Потому что она очень пригождается в жизни, именно выносливость. А что лучше тренирует выносливость, как не ходьба. Длительная ходьба, продолжительная ходьба, быстрая ходьба. Поэтому я вам рекомендую просто настоятельно тем, кто, как я, со спортом не дружит, хотя бы вот этим, вот этой вот физкультурой начать заниматься в обязательном порядке. Потому что без этого вы похудеть похудеете, но здоровья не обретете. Это я вам точно говорю. Поэтому это очень-очень важный пункт. И последний, седьмой пункт. Он один из важнейших. Ну просто, вы понимаете, у меня все пункты важны. Я не знаю, я долго мучилась, в каком порядке их расставить. Я и так, и сяк, и наперекосяк. Ну не получилось у меня, поэтому он у меня седьмой. Хотя его можно было и первым поставить. Это работа с самооценкой. Как правило, у людей с большим избытком веса самооценка на нуле. И вы знаете, вот здесь я часто думаю на эту тему. И я не могу сказать, что впервые курицы или яйцо. Вот я не могу это сказать. Возможно, они, эти люди, эти люди, возможно, мы. Я себя никогда не отделяю, потому что я вам хочу еще раз напомнить, что бывших толстяков не бывает. Никогда. То есть ожирение, выросшие ожировые клетки, это навсегда. Наши привычки в еде, они живут в нас прочно, въелись внутрь. И, конечно, и срывы из ожора бывают, и у меня бывают они. Но я научилась держать ожирение под контролем. И я вам хочу сказать, что это возможно. Посмотрите на меня, это возможно. И возможно его держать под контролем. И что первее было у нас, у таких людей, как я? А может быть, скорее наоборот. Сначала нам убили самооценку, токсичное окружение. И из-за этого мы стали это заедать и стали толстяками. Но бывает наоборот, когда у людей прекрасное окружение, любящая семья. И они от любви, от заботы закармливают ребенка. И уже после этого, когда он становится очень полным и начинается, вы понимаете, это насмешки, вот это все. То у него тогда вот эта самооценка рушится. Именно после. То есть тут трудно вычленить. Ну, каждый для себя знает, как у него это было. Я думаю, это можно. Если вглубь посмотреть, то можно это оценить и определить, как это было. Так вот, работа с самооценкой, это не быстрый путь. То есть нельзя посмотреть какое-то видео, сказать, вот ведь как правильно, и на следующее утро проснуться другим человеком. У меня на это ушло, ну, я не знаю, лет семь. Вот я не побоюсь этого слова. Но это работа благодарная, понимаете, благодарная. Не нужно, вот сейчас я вам сказала, семь лет, может кто-то испугался. Не надо бояться этого, не надо. Потому что время идет, и вот у меня сейчас некоторые говорят, ну, с ехидцей так говорят. Ну и что, вот тебе столько лет, а ты только сейчас похудела. Вы знаете, я вам хочу сказать, лучше поздно, чем никогда. Потому что, да, пускай поздно, но я сейчас испытываю такой восторг, восторг от того, что я могу носить всевозможные наряды. От того, что я прыгаю по ступенькам вверх, как кузнечик. От того, что я везде влезаю. От того, что я хожу часами без устали. Вы не представляете, какое удовольствие я сейчас испытываю. У меня вот каждый день это праздник. Праздник, каждый день праздник. Поэтому это не важно, в какое время вы на это потратите. Оно того стоит, поверьте, оно того стоит. И, конечно, над самооценкой я вам говорила. У меня, кстати, тоже есть уже видео на эту тему. И как поднять самооценку. И там, если вы кто смотрел, помните, что я очень большое внимание в этом пункте уделяю осанке. Потому что, когда вы привыкаете и вырабатываете правильную осанку. Правильная осанка – это когда луч света, прожектор, который уйдет у вас из груди. Вы немножечко его направляете в небо под углом 45 градусов. Вот я сейчас сделаю незаметное движение. Подбородок параллельно полу. Вот так вот должен быть. И вот эта поза. То есть, вот так вот. Плечи, они сами опустятся. То есть, когда вы луч направляете, у вас весь вот этот аппарат, он встает на место так, как должен. И вот с таким лицом, в таком положении, совершенно невозможно быть жертвой. Быть, не знаю, лузером. Невозможно. Невозможно. Вы понимаете, это невозможно. Невозможно быть саможилетелем. Типа, там у меня ничего не получится, я ничтожусь. У вас язык не выговорит эти слова. Это поза силы. Это поза доминантности. И если вы будете все время находиться в этой позе, уж чего проще следить за вот этим лучом. Вот вы идете, живете, находитесь на работе, едете в транспорте. Помните про этот луч. Это просто. Вы когда привыкнете держать вот это, вот я выхожу на улицу когда, и сразу говорю, луч, раз, и пошла. И все. То есть, вы это запомните. У вас это уже будет. В такой позе победителя невозможно, просто невозможно быть несчастным, убогим, там, сиром. Поэтому это очень важно. Самооценка – это, конечно, избавление от токсического окружения. Ну, насколько это возможно. Конечно, мы все понимаем, что есть такой близкий круг. От всех не избавишься. Ну, по крайней мере, от дальнего хотя бы круга. И многое другое. То есть, работа над самооценкой, она очень важна. Ежедневная. Я, вы знаете, хочу вам дать совет. Вы возьмите для себя, как я, вот вы, допустим, читаете какую-то статью, она вам очень понравилась, какая-то статья психологическая, о том, как поднять самооценку, взрастить самооценку. И там сто пунктов. Вот вы выберете один, два, три, вот не больше трех, самые важные. И начинайте с ними работать. Потому что очень часто люди огромное количество информации, огромные книги читают, такие большие. И вот как-то вот они, когда читают, вот это все у них, им приятно читать. Щекочется мозг так приятно. Вот это все знания щекочет мозг. Вы так радуетесь. Какая умная книга. Как автор прав. А если через день вас спросить, то есть, о чем была эта книга, вы скажете, это такая чудесная книга. Ну, вот конкретно я вот, честно говоря, не помню, но помню, что чудесная. Вот чтобы такого не было, вы берете один, два, три пункта из вот этой чудесной книги, из всей книги, и начинаете заниматься каждый день. Потому что теория без практики не значит ничего. И у вас постепенно начнет, ну, у меня же получилось. У меня получилось. Я, вот поверьте мне, у меня получилось. И уже достаточно давно, вот я себя чувствую прекрасно. То есть сейчас я не представляю себе, как бы, если меня кто-то попытался бы унизить, то есть попытаться, то он может. Но у меня настолько это стекло бы с моих белых крыльев, то есть это бы не запятнало их нисколько, ничто вообще, ни колкости, ни грязь. Они вот стекают, это, знаете, вот я прям так ощущаю это, что они тут же стекли бы, и я бы осталась такая же белоснежная. Вот основные азы моей системы оздоровления, источник жизни. Вот вы сейчас послушали меня, и наверняка, я уверена, сказали, но это же так просто, это всем давным-давно известно. Это банально. Так и есть. Это просто. Но соблюдаете ли вы эти простые правила? Не зря говорится, что все гениальное просто. Почему я все упрощаю? Потому что когда ты упрощаешь все, оно и становится гениальным. Гениальность в простоте. Потому что только тогда, когда все просто, это легко применить на практике. Это все банально и просто. Понимаете? Вот вы когда посмотрите на мою систему своим взглядом, ну один раз вы сделаете под себя все ваши блюда, перепишите. Это только один раз вам потрудиться, да? Ну ходить там по квартире, допустим, 5-10 минут. Это же не так трудно. Есть на 1400 калорий ваше любимое блюдо. И это все просто, понимаете? Есть много овощей, чтобы получить как можно больше минералов и витаминов. Соблюдать правила тарелки. Но даже делать ничего не надо. Просто положить на тарелку. Вот это, вот эти простые, 7 простых действий, вот эти 7 простейших, банальных, всем давно известных. Но если вы их совместите и будете следовать им каждый день, то есть делать их каждый день, я вас уверяю, вы получите тот же результат, что и я. И да, вот это вот всем известное. Все вот эти банальные, все вот эти истинно прописные, они прекрасно работают. Понимаете, они работают. Я собрала их воедино. Собрала в систему. Сделала все то, о чем я вам говорю. И это сработало. И сработало так легко и просто. Я пытаюсь вот этот опыт свой вам сейчас передать. Похудеть – это просто. Обрести здоровье на самом деле – это просто. Важно это, мой любимый лозунг – терпение, труд и дисциплина. Вы выбрали эту чудесную дорогу к здоровью. Да, она не близкая. Наберитесь терпения. Да, вам придется потрудиться. То есть, делать какие-то упражнения посильные. Готовить себе еду уменьшенной калорийности. Следить за режимом дня. То есть, какой-то труд вам придется обязательно применить. И дисциплина. Вот дисциплина, даже это, я бы сказала, король достижения успехов в чем бы то ни было. То есть, если вы не будете обращать внимания ни на дождь, ни на плохое настроение, ни на что, а вот вы будете следовать вот этим простым, банальным, избитым правилам, вы увидите прекрасный результат. Вот и все, что я сегодня вам хотела рассказать о моей системе. О моей системе – источник жизни. Я еще не привыкну пока, поэтому забываю, что моя мульти-еда и мульти-система, она называется источник жизни. Источник жизни. А в конце, как всегда, моя любимая аффирмация. С каждым днем моя жизнь чудесным образом становится лучше и лучше во всех направлениях. Пока.